В Красной Поляне снега пока нет, а самая высокая точка курорта Горки-город уже в снежном плену. Поднявшись по канатной дороге, как будто попадаешь в зимнюю сказку. Здесь на высоте 2200 метров разместилась самая высокогорная в России вершина Деда Мороза. Гостей у входа встречает оркестр снеговиков. Сказочные герои из семейства гномов приглашают поиграть в снежки и слепить снежную бабу. Из тумана не на привычных санях, а на снегокате появляется хозяин вершины Дед Мороз. Зимний волшебник торжественно открывает свою приемную. Перелезав красную ленту, приглашает в свой дом. В числе гостей и дети из школы-интерната, которые первыми посетителями вершины Деда Мороза стали абсолютно бесплатно. Все мы взрослые, на Новый год становимся детьми, потому всех с наступающим Новым годом. И думаю, именно вот горки-город, вот это мероприятие, которое они организовали, оно очень необходимо нашему городу. Всех приглашаем сюда. Проект «Вершина Деда Мороза» – это поистине сказочный дом. Настроение создает запах мандаринов, елка и разная новогодняя атрибутика. Зимний чародей внимательно слушает каждое желание детей, подписывает волшебный свиток, дарит подарок и обязательно фото на память. А домовенок Кузя предлагает оставить свой след в гостевой книге. В восторге все. «Великолепно сделали. Сразу новогоднее настроение. Мы чувствуем сейчас, наверное, приедем домой, будем ставить елку. Дед Мороз шикарный». «Нам всегда хотелось сделать что-то не только для взрослых, но и для детей. Думая о том, как бы сделать нечто интересное. Первая мысль, которая вызвала, что у нас есть горы и вершина. Поэтому дали жилье Деду Морозу. Поэтому самый высокогорный дом Деда Мороза у нас. Деду Морозу нравится». Окунуться в сказку, встретиться со сказочными персонажами и главным зимним волшебником все желающие смогут в течение праздников. Вершина Деда Мороза открыта до 18 января. И как обещает зимний волшебник, теперь новогодние каникулы в Сочи он будет проводить каждый год. Ольга Десят, Вадим Даниловский, телекомпания ФКТ.